Хой, всем криптовалютным предпринимателем криптовалютизиастом. С вами уже как обычно Руслан Равана и я рад как обычно вас приветствовать ребята на своем канале. С этого видео мы с вами начинаем разбирать второе по величине имплементацию протокола блокчейна, то есть это протокол точнее эфириума, имплементация технологии блокчейна. И это еще не означает, что мы полностью ушли от тематики про биткоин. Просто в прошлом ролике мы с вами тоже провели такое полуторичасовое практическое занятие по написанию мультистик транзакции, мы с вами написали код из генерации фейтус-люб хэш-адреса. Да ребят, мы с вами просто рассмотрели почти 30 видео, у нас было посвящено технологии блокчейна и они больше не касались именно нюансов сети биткоина. Сейчас я хотел бы параллельно запустить вот второй плейлист на нашем канале, где мы будем разбирать с вами эфириум. Начнем с небольших, это видео будет такое небольшое, я вам расскажу про основные отличия, которые у нас есть между эфириумом и блокчейном, уже исходя из тех знаний ребят, которые мы в принципе знаем и которые мы получили из прошлых видео про блокчейн биткоина, то есть это будет такое что-то, ну не совсем там азынь, то есть я как бы на тех плюс-минус нюансах, которые мы уже с вами знаем и про язык программирования и про нюансы работы блокчейна биткоина, то есть я вам расскажу, знаете, вводно расскажу сначала чем у нас какие есть нюансы, которые отличаются, а в дальнейшем мы будем с вами очень плотно взаимодействовать с блокчейном эфириумом тоже, потому что мы будем писать смарткрет контракты, вот, которые являются нюансом такой эфириума блоком, которые мы сейчас только будем рассматривать, мы с вами будем взаимодействовать с языком программирования Solidity, параллельно там уже ведутся разработки над еще одним языком программирования, которое позволит написать смартеконтракты в сети эфириума которое называется Viper, вот, когда он будет полностью зарелизируем, то мы обязательно тоже с вами посвятим отдельный плейлист, потому что я с вами обязательно платоком с этим языком программирования. Вот. И при этом мы все равно будем возвращаться к технологии блокчейна биткоина, ребят, тоже. Вот. Параллельно будем делать еще какие-то промежуточные видео. Просто не хочу полностью, чтобы у нас дата, знаете, полностью только было про биткоин. Я немножко решил расплатить. Параллельно вот запустим плейлист про эфириум. Но также в ближайшее время, то есть я планирую выпустить просто отдельный плейлист про то, как происходят взломы. Вот. И там мы будем тоже опять-таки очень много взаимодействовать с безопасностью биткоина. То есть я расскажу отдельно. Там у нас будут и безопасность разных блокчейнов. И мы опять-таки там просмотрим основные уязвимости, которые бывали основные, скажем так, хаки, которые можно было бы в теории воспроизвести в блокчейне биткоина. Потом, в принципе, отдельно будет плейлист просто про взломы, методы взломов, похищения там разных приватных ключей, всех, в принципе, да, там, которые хранятся на компьютере, на устройстве, там, с удаленным доступом и так далее. Вот. И поэтому как бы в той или иной степени мы все равно будем возвращаться к биткоину. Вот. Ну и параллельно я просто решил разбавить контент новой тематикой, эфириумом, потому что там тоже очень много будет чего интересного. Вот. Тоже будет отдельный плейлист про уязвимости в смарт-контрактах. Вот. Также мы будем с вами, ребят, писать свои собственные токены на блокчейне, на блокчейне эфириума, свой РСИ-20 токен. Я покажу, как запускаются смарт-контракты ICO, как запускаются смарт-контракты, ну, IC, вот, как краудфандинг, да, как запускаются там смарт-контракты, которые позволяют нам, скажем так, менять state, то есть состояние там той или иной сущности, вот как, например, такое понятие может быть NFTC, Non-Fungible Tokens, вот как это CryptoKitties, да, то есть там мы с вами будем писать, то есть как бы и как криптоактивы, и будем писать вот NFTC тоже проекты свои собственные. Ну, мы сможем просто с вами придумать что-то и так далее. Рассмотрим разные библиотеки, которые позволяют нам интегрировать в технологии блокчейна эфириума свои там игры, свои сайты и так далее. Вот, поэтому, ребят, запасайтесь кофейком, вот, и погнали, потому что нас ждет очень много чего интересного. Итак, ребят, вернемся в наш любимый дро, скетч, чуть-чуть прессуем. Итак, эфириум, да, если мы говорим про, ребят, эфириум, да, то и его основное, то есть, да, отличие от блокчейна биткоина, в самом, то есть вы могли слышать, что эфириум часто называют блокчейном версии 2.0. блокчейн версии 2.0. И тут можно, ребят, провести прямую аналогию, сразу же сделаем отсылочку, с вебом 2.0. Когда, например, приблизительно, там, до 96-го года у нас, ну, там, был, скажем так, уже был интернет, но страница, скажем так, да, то есть у нас была, так скажем так, веб версия 1.0, который позволял нам фактически, ну, как бы генерирует только статические страницы, вот, без никакого динамического контента, то есть до такого определенного момента, там, до 95-96-го года, да, скажем так, вот, весь интернет практически у нас был статичный, то есть максимум, из чего могли состоять наши сайты, это какие-то там картинки, тексты с описанием, там, ссылки, ну, вообще-то и все, вот. Потом с развитием, скажем так, серверных языков программирования мы эмигрировали в веб 2.0, вот, часто, конечно, блин, что у меня тут происходит, ребят, сорян, веб 2.0, то есть это, скажем так, да, когда у нас появились тоже, да, с развитием технологий, с развитием разных языков программирования, таких как и PHP, и Python, и Ruby, и JavaScript, появление JavaScript, вот, многие ознаменывают вообще, скажем так, создание веба версии 2.0, вот, и, ну, в принципе, я сказал бы, что это, в принципе, с развитием серверных языков программирования, которые позволили нам с вами создавать динамические сайты, динамические сайты, то есть, которые могут, динамические сайты, напишем, да, там, динамические веб-приложения, веб-аппликейшены, вот, да, которые позволили нам с вами, грубо говоря, генерировать контент, там, индивидуально, скажем так, под каждого юзера, да, скажем так, под каждый клиент, в зависимости от каких-то критериев, да, то есть, и до появления веб-версии 2.0, то есть, у нас, в принципе, не было возможности создать, например, да, там социальные сети или еще там, ну, что-то, какие-то более сложные, чаты и так далее, да. Почему? Потому что, собственно говоря, как я сказал, да, то есть, что такое статичный, что такое динамический веб-контент, да, то есть, это, если мы, например, там, логинемся с вами в нашу учетную запись, там, в тот же Facebook или еще куда-то, да, там, в любой форум или приложение, там, социальная сеть, неважно, то, грубо говоря, сервер должен выдавать каждому отдельному юзеру, да, то есть, индивидуальный его контент, да, то есть, каждый должен видеть, например, свой личный рекламный кабинет, ой, это, кстати, тоже особенности моей работы, вот, должен видеть свой личный профайл, свой личный, да, кабинет профильный. Вот, так, ну, вот статичный, да, веб-сайт, это то, что, к сожалению, это было невозможно, потому что сервер, грубо говоря, выдавал один, да, то есть, одну размятку, один, там, html-файль или XML-файл, и его видели все остальные клиенты, все остальные компьютеры. И блокчейн 2.0, ребят, опять-таки вернемся к этому понятию, часто и означает, что с появлением эфириума блокчейн 2.0 у нас появилось скажем так динамический динамический блокчейн, который позволил нам, грубо говоря, проводить программируемые, создавать программируемые assets, то есть активы, будь то, например, как деньги, либо же, опять-таки, в случае с NFTCs, то есть collectibles, как криптокиттис, то есть криптокотята, то есть это NFT, мы это будем тоже с вами разбирать отдельно. То есть как и криптовалюту, так и collectibles, то есть коллекционные, вот как криптокитис вещи, да, то есть и мы можем управлять с помощью смарт-контракта, да, то есть управлять этими ценностями, управлять деньгами, да, то есть и условиями их там распределения, или их там какой-то еще логики. И именно с появлением, как я сказал, эфириума, да, то есть у нас появилось понятие блокчейн версии 2.0, и тоже такой вот файлый момент, да, то есть как бы многие как бы, да, крипто, такие, ну, скажем так, евангелисты, криптоэнтузиасты, которые больше всего, да, то есть там топят за эфириум, они, то есть как бы, да, тоже одержимы идеей создания версии, веб-версии 3.0, да, то есть который подразумевает под собой уже следующую стадию, скажем так, да, ну, как бы, смену парадигма текущего веба с централизованных систем, да, то есть потому что весь этот веб 2.0, да, то есть он реализован с помощью централизованных баз данных, централизованных серверов, да, и, типа, как бы, что эфириум, и все конкуренты, которые связаны с эфириумом, такие как EOS, Tron, и Cardano, пошел-поехал, то есть они все спят и мечтают увидеть, да, там, там, типа, имплементация веба 3.0 в своей сети, который подразумевает собой полностью децентрализованный, децентрализованный, децентрализованный интернет, да, то есть, вот, то есть как бы новая парадигма интернета, но это, в общем-то, все больше фантазии на сегодняшний день. Если говорить, ребят, это в двух словах, а еще одной такой огромной, да, вещь, которая у нас присутствует про эфириум, и все, что мы могли бы слышать, когда мы говорим про эфириум, это такая фишка, как смарт-контракты. И, смарт-контракты, давайте так называем, смарт-контракты. И, все-таки, в прошлых видео я тоже говорил, да, что многие люди заблуждаются, когда считают полностью, да, что смарт-контракты недоступны в сети биткоина. Почему? Потому что, опять-таки, мы с вами провели полтора часа практического занятия тем, что и создали фактически смарт-контракт, да, ведь мультистик-транзакции, это является своего рода смарт-контрактом, потому что мы программируем логику передачи, да, UTX-о в блокчейне биткоина, да, то есть, того, как эти деньги в дальнейшем будут разблокированы и потрачены. Либо же, опять-таки, та же технология Atomic Swaps, да, которая позволяет нам децентрализованно с помощью такой фичи, тоже, которая называется HashTime Block Functions, то есть, функция, то есть, это транзакция, которая заблочена, как бы, HashTime, да, то есть, у нее есть определенное время на то, чтобы быть выполнена, либо же она будет полностью возвращена, то есть, все средства будут возвращены владельцам. С помощью такой функции мы, опять-таки, да, смогли реализовать Atomic Swaps, и Atomic Swaps, это, опять-таки, является какой-никаким, да, ну, то есть, это яркий пример смарт-контракта в блокчейне биткоина. Вот, и мы с вами тоже, ребят, разбирали, да, типа, что у нас есть язык программирования скрипт, да, в блокчейне биткоина. Давайте здесь это сделаем. Вот, и скрипт нам позволяет допиливать, да, там, логику, то есть, там, и, вот, Pay2Script, Pay2Script, Hash, адреса, и Multisig, транзакции писать, и позволяет нам писать Atomic Swaps, да, там, Atomic Swaps, вот, и все это дело, ребят, мы тоже можем назвать смарт-контрактами. При этом, все эти смарт-контракты, да, реализованы с помощью языка скрипт, который, как мы, помните, да, ребят, тоже посвятили отдельный ролик, и я, кстати, все эти ссылочки просто оставлю в описании или в закрепленном комментарии на прошлом тоже видео, чтобы некоторые фичи я заданного вопроса не повторял, да, вот, но, как мы помним с вами, скрипт, это stack-based programming language, то есть язык программирования, основанный на стэке, и это не полный по тюрингу язык программирования, сейчас еще раз я объясню это понятие, который, собственно говоря, мы с вами тоже это разбирали, да, который, к сожалению, ограничивает ту логику, которую мы можем писать, именно поэтому эти смарт-контракты, да, то есть они по сути являются смарт-контрактами, но они просто настолько, скажем так, мелкие, скажем так, по своей логике, по своему содержанию, если сравнить их со смарт-контрактами в сети эфириума, что это часто разработчики говорят, что в блокчейне, ну, скажем так, как бы так небрежно относятся, говорят, да, что в блокчейне нету смарт-контрактов, означает просто, что по сравнению с тем, что у нас есть, допустим, в эфириуме, то эти смарт-контракты очень простые. Но сам факт, ребят, чтобы вы понимали, что в блокчейне биткоина у нас могут быть смарт-контракты просто из-за специфики языка программирования, на котором строятся эти смарт-контракты в блокчейне биткоина, у нас очень сильно ограничена логика, вычислительная логика того смарт-контракта, который мы можем закладывать в этот смарт-контракт. В случае же, ребят, с эфириумом используется язык программирования для написания смарт-контрактов, который называется Solidity. И сейчас я тоже про него еще расскажу чуть позже, когда мы будем разбирать с вами следующую сущность AVM, Ethereum Virtual Machine. И еще в одних из первых, кстати, презентаций проектов Ethereum, и даже позже это было реализовано, этот пример из презентации был реализован одной из крупнейших корпораций по перевозке грузов по всему миру, было представлено, как смарт-контракты в блокчейне Ethereum могут помочь, например, поставщикам по всему миру производить смарт-контракты с поставщиками и заказчиками, могли бы создать между собой смарт-контракты, в которых могли бы четко быть прописаны условия доставки груза и средства, и этапы, на которых эти средства должны быть выплачены по каким-то определенным критериям, которые обычно заключаются между обычными юридическими компаниями и юридических договоров. И тогда, например, смарт-контракты Ethereum, которые строятся на языке программирования Solidity, как логику, например, они нам позволяют, запрограммировать, если мы говорим, сравнивая со смарт-контрактами обычные ограниченные по времени или же какая-то обычная транзакция, смарт-контракт, который как мультистик-транзакция просто показывает нам, какие приватники потом могут разблокировать, грубо говоря, предоставить этот unlocking script, чтобы разблокировать средства и потратить UTX-ов. В случае с Ethereum мы можем программировать такую логику, где, например, у нас подписывается смарт-контракт, создается смарт-контракт, и этот смарт-контракт может иметь, например, такие критерии, что, например, мы грузим какой-то товар на корабль из Австралии, не знаю, допустим, куда-то в Европу, условно говоря, и этот груз должен пройти несколько этапов, и мы, например, в условиях, и у нас есть какие-то определенные условия содержания, например, влажность продукта или еще что-то, и этот смарт-контракт, который мы пишем на Ethereum, допустим, позволяет нам, ребят, обращаться в разные базы данных через разные API и, грубо говоря, считывать данные, например, с тех же датчиков, например, влажности в контейнере, потом считывать данные, например, из базы таможенных служб разных стран, чтобы смотреть, на каком этапе там находится товар, обращаться в базу данных разных доставочных там служб, смотреть там, например, на каком там, не знаю, ну, грубо говоря, трек и товар, и, например, там, исходя из каких-то условий, которые были раньше оговорены и прописаны на смарт-контракте, будут производиться выплаты, например, там, если, например, у вас стоит там такое условие на смарт-контракте, что если дата, например, там, если там поставщик просрочил поставку товара, например, там, на один день, то он подвергается штрафу, там, например, там, 0-5% от стоимости контракта, И все эти вещи автоматически программируются в смарт-контракте, и, например, там, если база данных, да, там, потом смарт-контракт эфириума может обращаться, например, там, в базу, если, да, допустим, есть такой специальный API или кто-то его написал, в базу, например, там, почтовую службу смотреть, когда фактически был доставлен груз, если он, например, там был доставлен все-таки позже, прописанный смарт-контракт и даты, то автоматически будет реализована логика, там, умножения стоимости контракта на коэффициент 0,5, то есть, да, то есть уменьшение его, грубо говоря, на 0,5%, 0,05 точнее, вот, на уменьшение, чтобы уменьшить его на 0,5%, и потом поставщик сможет получить, разблокировать только, грубо говоря, сумму за вычетом своих, там, штрафов, вот, либо же наоборот, может быть, там, какие-то условия, которые могут подразумевать увеличение стоимости, хотя нет, увеличения нет, там только может быть списание, потому что сумма, в чем и фишка, да, то есть поставщик со своей стороны обезопасен тем, что сумма поставки будет заморожена сразу же смарт-контрактом. То есть человек по-любому заплатит эти деньги, потому что если поставщик выполнил все условия, которые были прописаны в смарт-контракте, то нет никакого другого, нет никакого способа клиенту, да, заказчику получить эти деньги, потому что они уже заморожены были в смарт-контракте. И это, ребят, да, то есть один из таких быстрых, как я вам привел примеров, да, чтобы вы поняли, например, насколько глубока может быть, типа, логика написания смарт-контрактов в блокчейне эфириума. Вот, и это доступно, потому что у нас есть язык программирования, Solidity, который, ребят, в свою очередь является Turing Complete. Turing Complete, то есть полный по тюрингу язык программирования. И потому что это, ребят, полный, да, то есть в то время как скрипт это Non-Turing Complete, Non-Turing Complete язык программирования. Означая, ребят, что... Ну, ладно, не буду рисковать, хотел поменять. Вот, означая, ребят, что... Просто быстренько повторюсь, но мы просто с вами разбирали, да, когда разбирали язык программирования скрипта, я про него рассказывал, я вам чуть-чуть рассказал про то, что такое Turing Complete языки программирования. Но если говорить, да, про отличие к Solidity, то есть у нас, во-первых, да, то есть они отличаются тем, насколько глубокие математические вычисления, которые можно производить, манипуляция, да, написание, ну, использование тех или иных языков программирования. То есть Turing, полные языки по тюрингу, они более глубоко, да, позволяют нам взаимодействовать с логикой написания и вычислениями, которые мы можем производить с переменами при написании кода. И главной отличительной чертой, конечно, этих двух, да, особенностей, ну, разных парадигм, скажем так, наверное, да, языкового программирования, это тем, что в Turing Complete языках программирования есть такая штука, как loops, циклы, если это перевести на русский, но разработчики, я пойму, то есть полные языки по тюрингу, Turing Complete, я буду говорить, Turing Complete, языки программирования, ребят, то есть они содержат в себе такую, допустим, фичу немаловажную для написания любых веб-приложений, как loops, то есть как циклы. Вот, а циклы, ребят, позволяют нам как раз-таки реализовывать эту логику того, чтобы постоянно обращаться в какие-то, да, исполнять там один смарт-контракт до какого-то, то есть пока у нас есть state, то есть состояние. То есть мы, грубо говоря, здесь можем реализовывать логику там, do, там, какую-то функцию, бам-бам-бам, что-то, какую-то логику, while, там у нас какое-то условие. Вот, здесь поддерживается какой-то true, да. Вот, и это, например, позволяет нам, ребят, да, то есть там, производить более глубокие, скажем так, итерации, да, по сравнению с написанием смарт-контрактов при блокчейне биткоина. Почему? Потому что в случае с языком программирования скрипт у него нет циклов, и поэтому приложения, которые пишутся, то есть они должны, ну, то есть каждое их исполнение должно программироваться отдельно, и это, в общем-то, становится, ну, иногда очень, скажем так, тяжело. Для того, чтобы, ребят, еще немножко более просто и понятнее объяснить, и глубоко вам было бы, ну, так, осело в башке, по поводу смарт-контрактов, то есть смарт-контракты, давайте здесь сделаем, это как, если мы говорим про смарт-контракты, уже давайте про, ну, блокчейн эфириума, это как все-таки, знаете, мини-таки, там, мини-приложения, мини-эпс, напишем. То есть, что я имею в виду? Если мы с вами, ребят, представим обычное приложение какое-то, на нашем компьютере, да, которое мы используем, приложение. Приложение, да, то есть, там, какое-то, я не знаю, это в общем, это пускай будет Skype, или это какой-то текст-редактор, Microsoft Word, неважно, да, то есть, там, любое приложение, которое мы с вами установим на наш компьютер, по сути, да, его программируют на разных языках программирования, и любое приложение, ребят, это список инструкций для центрального процессора, CPU. То есть, у каждого нашего компьютера есть центральный процессор, да, и много чего еще другого, вот, но CPU, это у нас, скажем так, мозг, вот, и все приложения, которые мы устанавливаем на наш компьютер, взаимодействуют, грубо говоря, напрямую с центральным процессором, и сами приложения, это строчки кода с инструкциями определенными, и тут, например, может быть, любая там инструкция, например, там, это, под приложением мы можем там и игры даже соблюдать, да, например, то есть, сразу же там может быть первая инструкция центрального процессора, там, запустить там, например, не знаю, там, интерфейс, там, покажи там вот этот вывод, хотя это, наверное, на более высоком уровне, там, сохрани там это значение в ячейку памяти, либо же там человек там, не знаю, нажал кнопку там, не знаю, там, переименовать, там, выведя там окно, там, где он может пересохранить файл, потом этот файл перезапиши в ячейку памяти, вот, и так далее, то есть, любое приложение, это, ребят, список инструкций для CPU, и уже потом CPU обращается там к нашему GPU, GPU, GPU там, графическому нашему программированию, ну, короче, к графической карте, вот, или же там к нашему сториджу, да, там, к нашему HDD, вот, либо же к нашему, к нашей оперативке, крему, для того, чтобы производить, да, там, какие-то там вычисления, то есть, мы можем там играть, да, это уже там идет инструкция, там, там, допустим, там, сохрани сейв игры, там, его там, HDD, либо же там какие-то, которые там могут в процессе игры перезаписываться, они там сохраняются в оперативной памяти, потом удаляются, вот, либо же какие-то там рендеринги, там, производятся через графический интерфейс, но приложение стандартное, это список инструкций для центрального процессора на компьютере, который дальше там, покажи веб-камеру, да, допустим, если там Skype, там, дает запрос на центральный процессор, типа, включить веб-камеру, там, для того, чтобы там, типа, ну, наш другой человек его видел, то есть, включить веб-камеру. В случае же, ребят, со смарт-контрактами в эфириуме, да, то есть, в эфириуме, все эти смарт-контракты, ребят, мы можем так же само с вами представить в виде приложений, и, как и любое приложение, это список инструкций. Только, единственный момент, который сейчас, вот, очень важно, тоже не он всплывает, и новое понятие, так как эфириум, да, ребят, у нас, это сеть, как и биткоин, децентрализованных компьютеров, да, то есть, и это означает, что, а смарт-контракты у нас хранятся, да, то есть, типа, блокчейн эфириума, и это означает, что все смарт-контракты, которые у нас запущены в сети эфириума, хранятся на всех нодах, которые подключены к сети эфириума, то есть, везде есть смарт-контракты, для того, чтобы, то есть, тут получается, что каждый смарт-контракт должен взаимодействовать с центральным процессором каждого одного устройства, и в эфириуме, в блокчейне эфириума, приложения и смарт-контракты не могут напрямую взаимодействовать с центральным процессором, для этого у нас есть еще одна прослойка, это эфириум virtual machine, эфириум virtual machine, и уже эфириум virtual machine считывает код каждого смарт-контракта и инструкции, которые прописаны в этом смарт-контракте, и проверяют валидацию этого смарт-контракта в своей среде, то есть, AVM, да, то есть, это вообще тоже приложение, код, который крутится на всех устройствах и нодах, то есть, на всех нодах есть еще и AVM, во всех нодах, ребят, сети эфириума, есть эфириум virtual machine на каждой ноде, который, грубо говоря, и проверяет сначала смарт-контракт на валидность, и после уже позволяет ему взаимодействовать с CPU каждую отдельную ноду, потому что каждую отдельную ноду, да, ребят, это устройство, это компьютер, вот, и для чего, да, у нас есть AVM, то есть, я вам в этом видео так, ну, коротко скажу, но мы будем с этим всеми понятием, взаимодействовать тоже очень много, и будем отдельно разбирать AVM еще, вот, то есть, в первую очередь, да, для чего нам нужен эфириум virtual machine, ребят, это для того, чтобы, скажем так, валидация, validation smart contract, что это означает, что, как я и сказал, что, да, любой человек может запустить smart contract, и этот smart contract, как мы с вами объяснили, будет обубликован обязательно на всех устройствах, да, на всех, потому что у нас должно быть единая история и правда, да, на всех устройствах, на всех нодах, и для того, чтобы, то есть, AVM у нас был создан в первую очередь для безопасности smart contract, ведь так бы любой человек мог бы написать, да, то есть, чтобы вы понимали, что мы можем написать любую логику, которую мы хотим, которая, чтобы имела в smart contract, но, чтобы это не было реализовано, потому что это могло бы стать хаосом, потому что каждый мог бы тут реализовать логику такую, которая позволяла бы ему сразу же запустить малыша, то есть, зловредный код на всех устройствах в сети одновременно, что привело бы непосредственно к краху всей сети эфириума, ребят, да, то для этого у нас существует эта прослойка AVM, эфириум brutal machine, который проверяет каждый smart contract, да, и этот AVM есть на каждой машине, то есть, каждая машина, каждая нода проверяет каждый опубликованный smart contract в эфириум brutal machine, который уже после этого, да, то есть, сначала смарт-контракты взаимодействуют с AVM, и если смарт-контракт не нарушает условия консенсуса, то есть, и эфириум virtual machine, это как раз кита-фича, которая позволяет нам достигнуть консенсуса выполнения смарт-контрактов, потому что в смарт-контрактах все равно должен соблюдаться консенсус, вот, и если они не нарушают правила консенсуса, да, то есть, то эти смарт-контракты в дальнейшем могут взаимодействовать уже непосредственно с CPU-устройства через взаимодействие эфириума, через взаимодействие с эфириум virtual machine, ребят, то есть, что такое эфириум virtual machine, еще раз, это опять-таки приложение, которое позволяет нам нашему, CPU-у каждого устройства, каждой ноде в сети эфириума взаимодействовать с смарт-контрактами в таком виде, чтобы мы точно знали, что эти смарт-контракты сделаны по правилам, что они не нарушают правила консенсуса, и они не зловредны для всей сети, потому что так бы тут могла бы содержаться любая логика, типа, окей, чуваки, дайте мне доступ к вашей веб-камере, к вашему микрофону, к вашему сториджу, к вашим дискам и всем, чему там у вас есть, потом можно было бы поменять, откатить сеть, короче, это можно было бы просто разрушить всю сеть блокчейна эфириума, и, в принципе, попытки постоянно предпринимаются, и над защитой вот этой прослойки IBM всегда плотно работает комьюнити эфириума, который, слава богу, является второй по величине после комьюнити биткоина. Вот. Из еще таких интересных фактов, ребят, которые, наверное, тоже расскажу, но буду потом уже, ну, наверное, заканчивать этот видео, это, что создатель эфириума Виталик Бутерин, небезызвестный, изначально хотел вообще реализовать всю, да, то есть, Виталик Бутерин хотел вообще реализовать всю эту логику со смарт-контрактами, да, которая у нас, допустим, которая у нас есть в эфириуме, на блокчейне биткоина. Вот. Но, к сожалению, да, потому что он хотел, чтобы биткоин стал тем самым программируемым активом, да, то есть, чтобы мы могли программировать биткоин, да, то есть, более глубоко. Но, как я и сказал, на тот момент уже у биткоина был, типа, язык программирования, свой скрипт, да, построенный на стеке, на технологии стека, то есть, last in, first out, принцип стека, и что очень сильно ограничивает, да, то есть, он не тюринг-комплейт язык программирования, что очень сильно ограничивает логику, которую мы можем, да, писать, вот, и он не получил, к сожалению, одобрения от комьюнити, да, разработчиков биткоина. Почему? Потому что они подумали, что если мы тут сейчас тоже еще реализуем какой-то тюринг-комплейт язык программирования со своими циклами, да, где у нас там есть бесконечное количество лупсов, то есть, итераций, да, там мы можем писать приложение, которое позволяет нам в конце каждый раз запускать процесс после того, как он выполнился, выполнился там миллион раз, либо же пока там у какого-то процесса есть свой там state, да, свое состояние, вот, потому что state, состояние, это тоже одна из фич, одна из, мы этому понятию тоже посвятим отдельный ролик, то есть это состояние, то есть, скажем так, ну, программисты мне больше помнят, да, то есть, как бы у каждой переменной там может быть свое состояние, и мы можем, эти состояния тут же хранятся в блокчейне эфириума отдельно, и эти состояния, грубо говоря, нам и позволяют тоже, да, то есть там выполнять какой-то ролик, какой-то скрипт, какую-то роль, ну, какую-то, какую-то транзакцию, то есть, или не выполнять ее пока у этого там свойства какое-то свое там state, да, например, 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 кто-то положил, заключил смарт-контракт, я вот там, ну, сейчас даже в голову, да, там пришло, да, например, кто-то, который хочет позволить, например, там, своему, ну, может, какой-то там, не знаю, родители хочет, ребенку, там, да, положил какой-то там, сделал смарт-контракт, получил эфириум, не знаю, да, там, и, типа, сделала так, что этот смарт-контракт, например, там, сможет быть разбawning, там, да, там, например, этим ребенком. Когда, например, ему достигнет 18 лет. И этот смарт-контракт, например, там, да, то есть и по-другому никак. И единственный способ, и уже, получается, родители не могут забрать эти деньги. То есть, единственный способ, чтобы смарт-контракт сработал, это нужно, типа, чтобы, например, смарт-контракт обращался, там, в базу, там, не знаю, там, физических лиц. Смотрел, когда у этого человека, например, ему не 18 лет То деньги остаются заморожены в смарт-контракте Потом, например, ему стало, к примеру, 18 лет И эти деньги автоматически выплачиваются на подконтрольные паблики этого человека Как-то так, ребята Спасибо вам большое, чтобы не затягивать На этом, я думаю, закончим это видео В следующем видео мы, ребята, с вами тоже разберем особенности блокчейна Биткоина и Эфириума И мы вернемся, опять-таки, у нас появилось такое важнейшее понятие из блокчейна Биткоина Как UTXO, Unspent Transaction Output И мы с вами рассмотрим, чем у нас отличается UTXO в блокчейне Биткоина От аккаунт-модела в блокчейне Эфириума И, опять-таки, мы, может быть, еще раз быстренько рассмотрим с вами UTXO в блокчейне Биткоина Я вам покажу, ну, еще раз вспомню, что у нас хранится в блокчейне Биткоина Потому что мы с вами будем опять в следующий ролик рассматривать подробнее Что у нас, какая информация у нас хранится в блокчейне Эфириума И мы сможем наглядно, еще раз, более фундаментально понять, чем они между собой отличаются И я думаю, что это еще позволит понять более лучше и конкретно саму UTXO в блокчейне Биткоина Помните тоже, ребят, понятие, которое у нас будет преследовать постоянно Это вот UTXO Спасибо вам большое, ребят Спасибо, что были со мной Оставайтесь со мной Подписывайтесь на канал Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok